Встреча в таком составе подчеркивает мэр города курорта первая. В перспективе совет должен собираться раз в месяц, ведь тема по сути номер один для Анапы. Чтобы у нас в первую очередь и во главе угла стояла исключительно курортная составляющая. Исключительно. Все остальное, то есть это локомотив, а все остальное это уже дополнительные звенья, инструменты. Вице-мэр Станислав Лобачев обозначил основные параметры курортной отрасли Анапы. Обывателю, например, интересно будет узнать, что в здравницах города применяются 400 методик, а число средств размещения с каждым годом растет, как и число туристических маршрутов. Одна из важных мер – субсидия детским здравницам на ремонт. Общей суммой 200 миллионов рублей для Краснодарского края. В ближайшие дни начнется отбор организации на ее получение. Как развивать курортную отрасль Анапы, если не придумать, что делать с комкой? Сегодня в мэрии прислушиваются ко всем квалифицированным мнениям на этот счет. Идет общение и с представителями науки из других регионов. Решение, заверил участников Совета Василий Швец, будет найдено. Найдено общими усилиями. Если мы будем говорить, что администрация или Совет муниципального образования должен решить эту проблему, мы ее не решим никогда. То есть все вместе, и здравницы, которые там сегодня находятся, и администрация, и Совет, чтобы появилась нормативная база, которая позволит нам решить этот вопрос, только все вместе сможем решить эту задачу. Борьбой с комкой развитие пляжей, конечно, не ограничится. Их протяженность растет, но сегодня едва ли можно увидеть их единый стиль. Зато средств быстро заработать деньги здесь достаточно. Реплика из зала. В этом контексте следует обратить внимание на 20-метровую зону воды, которая должна быть доступна всем, а не продавцам мест на шезлонгах. 20-метровая зона должна быть общедоступной по максимуму, что называется. Тем более у нас ширина пляжей позволяет это сделать. Сделать общедоступную, сделать комфортную для всех отдыхающих, в том числе платную, я имею в виду с зоной этих лежаков, шезлонгов и так далее. И зону какую-то, что называется, приватную именно для тех гостей и отдыхающих того или иного средства размещения или санатория, того или иного юридического лица. Вот я бы разделил на три части. Судьба курортного сбора. Участникам встречи на слайдах показали, на что могут быть потрачены собранные деньги. Приоритеты расставили жители и гости города-курорта. Речь идет о благоустройстве Анапы. Варианты разные. Вот некоторые из них. Четвертое наше предложение, это будет, есть у нас, все мы знаем, зона высокого берега в районе Лысой горы. Мы там знаем, есть объект, который на сегодняшний день уже стал, наверное, новой точкой притяжения, это Ласточкино гнезда. И там есть обрыв, высота которого за 100 метров. Мы предлагаем сделать там арт-объект по принципу, который появился на сегодняшний день в Крыму. Это вот человек, смотрящий в море. Сделать некий такой ответ нашим соседям. Мы хотим сейчас придумать несколько, 4-5 вот таких малых архитектурных форм, которые будут так называемыми местами притяжения молодежи, туристов, детей и так далее для фотографирования. В том числе может быть и вот это. В том числе может быть. Это мы вместе, что называется, потом выберем. Курортный сбор может быть ощутимым источником средств для благоустройства города-курорта. И чем лучше будет Анапа, тем больше сможет привлечь отдыхающих в следующие сезоны. Вот лично мое мнение, может быть вы с этим согласитесь, может нет, но Анапа должна стать центром детского туризма в России. Как центром Черноморского побережья, так и центром детского туризма. А туризм мы должны понимать, как такую более широкоформатную историю, это не только просто приехать и посмотреть на море. Это и оздоровительные, это и образовательные программы, и спортивно-туристические сборы. Леонид Косторудский обратил внимание Совета. Международные спортивные объекты сегодня закрыты для наших сборных. С учетом своих оздоровительных особенностей и реабилитационной базы, Анапа могла бы стать и центром спортивного туризма. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.